Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Я паркуюсь как хочу. Особенности обустройства рязанских автостоянок. Эстетика Лыбецкого коллектора. Рязанские диггеры встречают гостей. Палки бодрости. Техника здоровья скандинавской ходьбы. Об идее создания экологичных парковок в Рязани говорится много лет. Однако пока что это всего лишь идея. С одной стороны парковаться на зеленых зонах у домов запрещено. С другой куда же ставить автомобили у тех домов, где катастрофически не хватает парковочных мест. Вопрос изучала Анна Герцовская. Чем дальше от центра города, тем страшнее. Так считают рязанцы. В микрорайоне Дашково-Песочня во дворах между домами, расположенными на советской армии, и на улице Новоселов развернулась настоящая зеленая парковка. На тротуарах вместо травы грязь, колеи и автомобили. Вот пожалуйста, паркуйтесь на зеленой зоне. Хотя тут раньше, наверное, все-таки деревья должны были быть. А теперь стоят машины. И не только здесь. Они везде, по-моему. Здесь должна быть детская площадка, насколько я понимаю. Как известно, в Дашках и без того зачастую нечем дышать из-за выбросов с промышленных предприятий. А теперь еще нехватка деревьев компенсируется выхлопами автомобилей. Детям не остается не только места для игр, но и воздуха. Ну, я думаю, это, наверное, им от этого плохо. Но никак не весело. Играть около машины и дышать бензином. Как сообщают местные жители, в некоторых дворах неподалеку удалось добиться выделения законной парковки. Здесь же на Новоселов-17 жильцы сами решили проблему. Я не знаю, как. Сами жильцы, они вот с того подъезда, ребята, вот с нашего подъезда. Вот они организовали, сложились деньгами, навезли вот это. Я не знаю, как они по закону или без, но во всяком случае нам они не мешают. Засыпанная щебенкой парковка граничит с детской площадкой. Неподалеку красуется цветник, огороженный большими камнями, чтобы на растения даже не думали заезжать. Однако и эту идиллию рязанцы умудрились нарушить. Местные оказались бессильны перед организациями, расположенными с другой стороны дома. И если во дворе жильцы из ведерка скромно поливают цветы, то с обратной стороны, прямо под окнами, коммерсанты обустроили масштабную мойку. Я смотрю вот с этажа и смотрю, моют машины. И не один раз. Я видел сама, вот три дня назад мыли машину, моют машины. Представители магазина отрицают данный факт. А их клиент попытался объяснить, по каким причинам на тротуаре оказался его мотоцикл. Я не подъезжаю, я его подкатываю сюда. Мне нужно было его подремонтировать. Ну, закатывать-то можно, велосипед можно. Почему мотоцикл нельзя подкатить? Мотоцикл, как и автомобиль, считается транспортным средством. В правилах нет отдельных требований к его парковке. Но штрафы одинаковы для всех. Пока что это всего лишь тысяча рублей. Но для жильцов этого дома спокойствие выходит намного дороже. И для спасения своего оазиса они готовы подключить прокуратуру. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Очередного межрегионального наркокурьера задержали полицейские в Рыбновском районе. У дилера изъяли более килограмма героина. Операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, отделом ВД России по Рыбновскому району и отряд специального назначения «Гром». Спрессованный в брикет героин полицейские обнаружили во время обследования легковушки, за рулем которой был иностранец. По версии следствия, мужчина выполнял роль межрегионального наркокурьера. Имеется в машине что-либо запрещено? Оружие, наркотики, боеприпасы. Если имеется, что и где? Под сиденьем наркотики. Под сиденьем наркотики? Пассажиры. Откуда они там взялись? Из Москвы. Из Москвы. Вы забрали их там? Да, я там. С какой целью? Довести надо. Куда в Рязан? Полицейские выяснили, что иностранец сотрудничает с нелегальным онлайн-магазином по продаже героина. Также удалось установить, что наркотики мужчина получил в Подмосковье и перевозил в Рязанскую область для передачи розничным распространителям. В отношении злоумышленника следственной частью Следственного управления ОМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд отправил наркокурьера под стражу. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Прокуратурой Рязанской области в Рязанском областном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех жителей Касимовского района, причастных к убийству и поджогу дома жителя деревни Семенчуково. Уголовное дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей единодушным вердиктом, которые подсудимые признаны виновными. В ходе следствия суда удалось выяснить, что осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения по мотиву личной неприязни, предварительно договорившись об убийстве и поджоге дома, взяли с собой нож и бутылку с легко воспламеняющейся жидкостью, пришли к дому потерпевшего. Двое из них, надев маски балаклавы, постучались в дверь, а один остался стоять на дороге, наблюдая за обстановкой. Увидев пьяных ночных гостей в балаклавах, потерпевший оказал им сопротивление, сумел выбежать на улицу, однако там его настиг треть осужденных, который нанес ему в область спины, шеи и головы не менее 22 ударов шилом, от которых потерпевший упал на дорогу. В этот момент к ним подоспел один из нападавших, который нанес ему не менее 15 ударов ножом. В результате действия осужденных потерпевший скончался на месте происшествия, огнем уничтожено имущество потерпевшего и жилой дом. В зависимости от степени участия действия подсудимых квалифицированы как убийство группой лиц по предварительному сговору, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога и пособничество в совершении указанных преступлений. По совокупности преступлений подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу. Гостем рязанских диггеров, исследователей подземных убежищ и полостей стал диггер Московский. Специально для Данила Давыдова радушные хозяева провели экскурсию как надземную, так и подземную. Это не рязанские подземелья. Все это снято в Москве под землей. Автор этого видео Данил Давыдов, диггер с 22-летним стажем. Он побывал уже во многих городах России, как над землей, так и под землей. А теперь с экскурсии нагрянул в Рязань. Гидом для него стал рязанский диггер Денис Мурушкин. Очень важен обмен опытом, потому что коренной житель Рязани знает о своем городе несоизмеримо больше, чем, допустим, я, приезжающий историк из Москвы, могу узнать о Рязани. А экскурсия планируется двойная – над и под землей. Вначале пройдут по Кремлю, где краевед расскажет основные моменты истории. А после опустятся под землю в Лыбецкий коллектор. Река Лыбець, она легла в основу образования города Рязанского Преославля, основанная в 1095 году. И эта река действительно во внимании всех людей, тем более рязанцев, чтобы эту реку знали, любили. Потому что люди, проходящие по право Лыбецкому бульвару и по лево Лыбецкому бульвару, идут и даже не знаю о том, что у них под ногами на глубине 5-7 метров находится интересная древняя река. Данил Давыдов добавил, что полноценными считает экскурсии только в тех городах, где удалось пройти катакомбы. В Рязани экскурсия состоялась. Диггер сообщил, что ролик в скором времени появится на его YouTube-канале. А на нашем канале выйдет передача «Городские встречи», фрагменты которой стали частью новостного сюжета. Не пропустите уже в эту пятницу. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания. Город. Помощь диггеров не помешала бы и археологам. Облик города меняется стремительно. И даже 5 лет назад некоторые улицы выглядели совсем иначе. Какой была Рязань в 19 столетии, в начале 20 века, сейчас свидетельствуют лишь архивы и находки археологов. При проведении земляных работ на улице Есенина были обнаружены остатки фундаментов арестного земского дома уездной земской больницы, территория которой располагалась в этом месте. Построена она была в 1907-1910 годах по проекту архитектора Мейснера. Комплекс состоял из большого числа лечебных, жилых и хозяйственных построек. Арестный дом предназначался для больных, заключенных и располагался на улице, носившей в те времена название Ряжской. Для историков и для археологов каждый год это буквально форум древних городов, потому что то здесь, то там при проведении земляных работ, строительных работ в центре Рязани, в центре других городов Рязанской области выявляются очень интересные подземные конструкции, остатки тех подлинных исторических построек, сооружений, которые когда-то существовали еще в губернских городах Рязанской губернии. Во второй половине 20 века практически все сооружения больницы были разрушены за исключением главного здания хирургического корпуса. Он до сих пор находится во дворах улицы Есенина, а также водонапорной башни, оставшейся от бани. Уцелевшее здание – редкие постройки в ярко выраженной форме модерна. При прокладке новой линии, видимо, теплоснабжения, которая находится за моей спиной, траншеи вы видите, обнаружили фундаменты из красного кирпича, который сложен не на цементе, а еще на старом известковом растворе, то есть краевед Сергей Васильевич Пасенков, который первый это обнаружил, сразу понял, что здание какое-то историческое. Александр Дударев, администратор группы Рязань, которую мы потеряли благодаря своему знанию архивных материалов, благодаря в том числе своду памятников монументального искусства Рязанской области, смог определить, что это за здание. Арестный дом – часть губернской больницы, где на излечении находились заключенные. Считается, что он был одной из самых ранних построек, и уже вслед за ним стали возникать остальные здания больничного комплекса. Поэтому здание, вероятно, было решено несколько в другой архитектурной стилистике, чем остальные постройки комплекса. До недавнего времени внешний вид арестного дома был неизвестен. Благодаря архивным поискам ранее получили фотографию из фондов, на которой мы теперь можем видеть, как выглядел этот дом не только в виде плана. Найденные же остатки здания сегодня определили еще точнее его место расположения на улице. И теперь на исторической карте Рязани на одну атрибутированную фотографию здания стало больше. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С наступлением тепла в парках можно встретить людей с лыжными палками. Ничего странного тут нет. Это скандинавская ходьба – спортивное направление, которое популярно уже практически повсеместно. И мастер-класс по скандинавской ходьбе призван объяснить рязанцам основные правила. Валерий Седов тоже взял в руки лыжные палки. Альвина Сельянова скандинавской ходьбой занимается уже несколько месяцев. Палки купила ранней весной, а училась пользоваться по интернету. С наступлением тепла исходила в близлежащие парки. Потом узнала о том, что проводится мастер-класс по скандинавской ходьбе. И уже здесь с инструктором вкусила всю пользу этих занятий. Я бодрее намного себя чувствую, но возраст уже преклонный, поэтому надо заниматься. Это уже четвертый мастер-класс по скандинавской ходьбе. Занятия проводит инструктор ЛФК Константин Бакшеев. Рассказывает о пользе ходьбы, а это профилактика гиподинамии, насыщение крови кислородом и лучшее средство реабилитации. А еще говорит об ошибках, которые допускают люди. И здесь важно показать, как делать правильно. Во-первых, взгляд у меня направлен далеко вперед. На 10-15 метров я вижу перед собой. Второй момент. Мое движение начинается с пятки. Третий момент. Я давлю на палку именно ребром ладонью, а не сжимая ее кулаком. Это тем самым у меня не повышается артериальное давление. Кроме участников есть и представители медицинского вуза. Без них провести такой мастер-класс не получилось бы. Сегодня у нас скандинавская ходьба в рамках реализации проекта «Здоровое сердце-2021», который проводится Министерством здравоохранения Рязанской области, Рязанским медуниверситетом. И всеми заинтересованными участниками она включает много мероприятий, вершины которой был кардиологический диктант. Мастер-класс по скандинавской ходьбе проводится регулярно. Предварительно нужно уточнить время и место занятий и записаться через социальные сети. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goroz62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго.